Вот такая стихийная свалка образовалась в самом центре Уан-Удэ, около многоквартирного дома по адресу Мадагоево, С-10. Здесь полно строительного мусора, кирпичей и также бытового, который при малейшем ветре разлетается по округе, попадает на дорогу, детскую площадку и тротуары и просто мешает жить местным жителям. Местные жители жалуются, что свалка мешает им уже несколько лет. Мусора периодически становится меньше, но полностью его не убирают. Вот такая свалка образовывается уже не первый раз. В прошлом году огромная гора была. Пока прокуратура не занялась этой свалкой, в прошлом году не убирала управляющая компания. У нас управляющая компания «Контакт». В этом году тоже начинают все это собирать, не выводятся. Хотя у нас в платежках есть графа вывоз строительного мусора. Там отчисляются денежки, люди платят, они вывозят. Ну и, соответственно, собирается куча. И когда кто этим займется, чтобы убрали, пока непонятно. Докучает свалка и жителям соседних домов. А вечером, вы не представляете, что тут творится. Бегают крысы, мыши и собаки бегают. И они очень агрессивные. Ну, представляете, мы уже с прошлых годов с этим боремся, пишем разные инстанции, отписываются везде. Местные жители во всем обвиняют управляющую компанию «Контакт». Именно они отвечают за содержание дома по адресу Мадагоева, 10. Мы связались с директором и получили вот такой комментарий. На место обещали пригнать две машины по 8 тонн и погрузчик. На ежедневной основе вывозится мусор ТБУ региональным императором «Эко-Альянс» с контейнерной площадки, расположенной вблизи дома номер 8. Строительный мусор вывозится силами управляющей организации два раза в месяц в мере накопления. Стоит отметить и тот факт, что изначально директор управляющей компании предлагал нам встретиться на этом месте в 5 часов. По его словам, сюда должны были приехать самосвалы и убирать мусор. И тогда бы и нам дали развернутый комментарий на все события, которые здесь происходят. Но на часах уже полшестого, на месте так никого и нету. По словам директора управляющей компании, сейчас они стоят в пробках и едут сюда. Мы же в свою очередь надеемся, что обещанные самосвалы все-таки доберутся до этого места и наведут здесь порядок. Мы будем следить за развитием событий. Андрей Слепнев, Евгений Павлов. Новости дня.